Премьер-министр Франции Мануэль Вальс считает, что Россия не выполнила дипломатические условия для передачи ей вертолетоносцев типа Мистраль. В то же время о полном провале соглашения говорить рано, пишет ли Фигара. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москву в ситуации, связанной с французскими вертолетоносцами типа Мистраль, устроят только два варианта – либо поставка кораблей, либо возврат денег. Президент Франсуа Лан во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в субботу в Москве подчеркнул, что есть только одна проблема – обеспечить полное прекращение огня на востоке Украины и постепенный переход к крепкому политическому урегулированию. В то же время, по его словам, на данном этапе говорить о полном провале контракта относительно продажи Мистрали России рано, как и обсуждать последствия его невыполнения. Британский центр правительственной связи выпустил свое первое открытое приложение «Fishit the Times». Разработанная спецслужбой программа получила название «Криптой». Она посвящена истории взламывания кодов и в качестве примеров приложение приводит шифр «Энигма» в шифре «Виженера». Кроме того, программа позволяет пользователям шифровать тексты. «Криптой» доступна для бесплатного скачения в онлайн-магазине Google Play и на сайте GCHQ. Релиз приложения совпал с третьей годовщиной правительственной стратегии по гипербезопасности. Ранее сообщалось, что британские спецслужбы М15, М16 и Центр правительственной связи ищут сотрудников, говорящих по-русски и по-китайски. Геополитическая борьба против Евросоюза вышла за пределы Украины и теперь продолжается еще и на Балканах. Об этом пишет польская газета «Выборча». В частности, Москва пытается стать на пути движения Боснии и Герцеговины к членству в ЕС. Уже 4 года жители страны могут ездить в страны Шенгенского соглашения без виз, а с 2003 года Сараева официально имеет статус кандидата на членство в ЕС. Однако Россия на недавнем заседании Международного совета по соблюдению перемирия дала понять, что против сближения Боснии и Герцеговины с Европой. Кремль сдерживает реформы в Боснии и Герцеговине благодаря боснийским сербам, которые привержены Москве и за православие. Российская Федерация считает, что евроатлантическая интеграция является не единственным путем развития для Боснии и Герцеговины. Прежде чем проводить политические изменения и реформы, стоит сначала поддержать страну финансово, чтобы помочь ей выйти из стагнации и рассчитаться с кредиторами, и таким образом вернуть ее на возможный путь к ЕС. Еще в ноябре Москва выступила против увеличения военного контингента, разделенной по этническому принципу стране. В ходе дипломатического спора главный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности призвал Россию не втягивать Балканы в противостоянии Кремля и Брюсселя из-за Украины. МВФ определил, что раздираемой войной Украине не хватает 15 миллиардов долларов помощи. Фонд предупредил западное правительство, что этот пробел должен быть восполнен в течение нескольких недель, чтобы избежать финансового коллапса. Об этом пишет The Financial Times. Дополнительные необходимые средства должны поступить в добавление к помощи МВФ, о которой было заявлено в апреле, 17 миллиардов до 2016 года. Высокопоставленные западные чиновники, имеющие отношение к переговорам, утверждают, что есть лишь слабая поддержка такого значительного увеличения финансовой помощи, в то время как Киев мешкает с экономическими и административными реформами, предусмотренными программой. Лица, ознакомленные с предупреждением МВФ, говорят, что финансовый дефицит образовался из-за сокращения ВВП Украины на 7% и прекращения экспорта в Россию. Это привело к массовому оттоку капитала и сокращению резервов банка. Без дополнительной помощи Киеву придется значительно урезать бюджет или объявить дефолт по государственным долговым обязательствам. Делегация МВФ сейчас находится в Киеве для введения переговоров с правительством о будущем программы. Продолжение следует...